Добрый день, в эфире CBC информационная передача за Каспием, с вами Эльна Ралиева. На самых актуальных новостях по ту сторону Каспи расскажем прямо сейчас. Стратегическое партнерство стран ОТГ приобретает все более масштабный характер. Эксперты уверены, что подключение Армении к проекту Зангизурского коридора поможет ей выйти из экономической блокады, в которой она сейчас находится. Более 500 млн долларов, именно столько составил объем товарооборота Азербайджана с Казахстаном по итогам прошлого года. Главы двух государств нацелены на увеличение экономического сотрудничества и доведение объемов торговли до 1 млрд долларов уже в ближайшие годы. Разморозка активов Национального банка Афганистана и усиление совместных усилий по стабилизации социально-экономической ситуации в республике. Такие меры, по мнению президента Кыргызстана Сады Ржапарова, помогут нивелировать угрозы от Афганистана. Стратегическое сотрудничество стран-организаций тюркских государств приобретает все более масштабный характер. К этому союзу может присоединиться и Армения в случае подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Эксперты уверены, что подключение Армении к этому проекту, в частности речь идет о Зангизурском коридоре, поможет ей выйти из экономической блокады, в которой она сейчас находится. Численность населения, потенциальный рынок, наличие естественных природных ресурсов и другие факторы дают основания полагать, что на сегодняшний день тюркские страны, входящие в организацию тюркских государств, занимают лидирующие позиции среди других организаций. Такое мнение выразил профессор кафедры экономики, бизнеса и менеджмента Университета архитектуры и строительства Эльшан Гурбанов. Одним из определяющих показателей стал позитивный рост ВВП в странах тюркского мира, считает эксперт. Здесь немаловажна роль тюркского инвестиционного фонда. Инвестиционный фонд создан для усиления экономики стран, для инвестирования в инфраструктурные проекты, инвестирования в наиболее важные проекты для каждой страны. Вплоть до того, что Венгрия, которая является наблюдателем в организации, на сегодняшний день готова влить в этот инвестиционный фонд порядка 100 миллионов долларов. К чему это приводит? К тому, что каждая из стран имеет возможность инвестировать в другую страну и при этом компании, представляющие организацию тюркских государств, они будут иметь возможность не просто инвестировать, но и экспортировать свою продукцию, свои услуги в соседние братские страны. Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией может создать для Еревана благоприятные возможности в экономическом плане, одна из которых – получить статус наблюдателя в организации тюркских государств, отмечает Эльшан Гурбанов. Однако для этого Армении необходимо уладить все вопросы со своими соседями и научиться жить с ними в мире и согласии. На базе этой организации есть реальный шанс поднять экономические показатели в каждой из стран, которые находятся. Почему я считаю, что наши соседи рано или поздно будут подключены к этому процессу? Потому что, несмотря на то, что сегодня они, отстраняясь от стран бывшего Советского Союза, стараются больше интегрироваться в Европу, они должны понимать, что лучшее экономического партнера, чем сосед, найти невозможно. Если будет здесь заинтересованность Армении, то она может стать частью, она может стать целостного процесса, экономического, политического процесса. Или если, опять же, она не заинтересована, то она, опять же, может сохраниться как преграда в интеграции стран-регионов, в том числе и организации тюркских государств. Здесь стоит отметить в том, что, я думаю, что в интересах Армении установление отношений с организацией тюркских государств, потому что это отвечает интересным вопросам безопасности, вопросам экономического развития, вопросам транспортно-логистической сферы, когда Армения может получать большие доходы после интеграции, после коммуникации с регионом, с этими странами. Решение Карабахского конфликта открыло новые возможности для региона Южного Кавказа. В центре внимания находится и разблокировка транспортных коммуникаций, восстановление транспортных связей, а также создание новых, долгий и непростой процесс. Вместе с тем, реализация Зангизурского коридора позволит создать новый маршрут через Каспий, что позволит наладить наиболее быстрые поставки грузов между Турцией и странами Центральной Азии. Инициатива Зангизурского коридора затронет интересы многих стран, в том числе Азербайджана, Турции, Армении, Ирана и России. Эксперты отмечают, что открытие данного маршрута создаст много преимуществ, в первую очередь для Армении. Ведь для развития торговли необходимо восстановить железнодорожное сообщение с Азербайджаном. Невозможно иметь развитую промышленность без открытого железнодорожного сообщения с выходом в более широкий регион. Восстановление железнодорожного сообщения с Азербайджаном также даст Армении железнодорожное сообщение с Россией, Ираном и Центральной Азией. Жаля Гусейна, ВСИБСИ. Мы продолжим эту тему прямо сейчас с нашим экспертом по видеосвязи старший преподаватель Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбай Жубаев. Здравствуйте, господин Жубаев. Здравствуйте. Давайте тогда начнем с момента именно экономического потенциала стран тюркского мира. Как вы его рассматриваете на сегодняшний день? То, что создали организации тюркских государств, это дало новый импульс экономическим связям и экономическим сотрудничеству стран тюркского мира. Мы знаем, что это и начался еще в 1991-х годах, когда Тургутозал собирал все тюркские страны, ну новые тюркские страны, это независимые Казахстан, Среднеазарядские республики, Азербайджан, и определили перспективу развития их сотрудничества. И тогда были приняты очень важные решения в культурном, экономическом и политических вопросах. Ну политические, будем думать, что достигли хороших результатов, культурные, ну это разные очень слишком сложные вопросы, например, переход на едином фабрике. А вот экономические хорошо мы развиваем. Ну естественно, есть возможности еще расширить. И в этом отношении, вот сейчас тот вопрос, что Россия осталась под санкциями развитых стран, а вот Китай и связи с Европой, и сами связи экономические между странами, центрально-азиатских и Турции и Азербайджана, осуществляется через серединный коридор, серединный путь. Ну это через Каспий и через Азербайджан, Турцию и дальше в Европу. В этом отношении возможности большие, но нужны очень огромные инвестиции. Особенно это развитие портовых структур в Казахстане, Туркмении и, естественно, в других республиках. Да, ну как раз таки вы затронули вопрос сотрудничества. И вообще хотелось бы поговорить о возможностях среднего коридора, учитывая его возрастающую значимость в условиях глобальной турбулентности. Так, давайте будем реалистами, чтобы серединный коридор, чтобы быстро развивалось и достигли те цели, которые перед ними ставятся, да, нужно перейти через несколько стран. Например, вот если грузы из Центрально-Азиатских республик должны через Туркмению, очень сложный вопрос, и через Каспий, потом еще сложнее, потом через Азербайджан, потом сейчас через Грузию и так далее на Черное море. Если мы будем вспоминать рассеку, которую европейцы инициировали еще лет, где-то 20 тому назад, да, и мы достигли этих результатов, я думаю, еще очень сложно. А вот организация туркских стран надеется на связь, открытие дороги между Азербайджаном и Турцией, ну как так называемый Зангизурский коридор. Это было бы намного легче, потому что как бы транспортная логистика проходит через тюркские страны, и многие, например, таможенные или другие санитарные контроли, мы могли бы его как бы уменьшить. А сейчас вот те страны, которые, например, закавказские, будем говорить, что это Грузия и Армения, они, естественно, будут пропускать Грузии в соответствии со своими внутренними законодательствами. А это таможенные контроли, таможенные платежи, естественно, и другие, их неинтересы есть. А вот то, что сегодняшнее положение Армении и Азербайджана, мы надеемся, если будет подписан действительно мирный договор, тогда территория Армении становится как территорией Грузии для спокойного пропуска основных грузов. Да, но вот такие возможности как раз-таки от Зангизурского коридора в первую очередь получит Армения, потому что сегодня это актуально, эксперты тоже рассматривают такой вариант. Естественно, сегодняшний вот железнодорожный транспорт Армении – это Зангизурский коридор. И в Советском Союзе этот коридор, этот железнодорожный путь работал очень хорошо. Она связывала Армению, Азербайджан, Россию. Сейчас тот северный железнодорожный путь через Абхазию на ближайшее будущее, может быть, откроется, но в тактическом аспекте она закрыта. И поэтому Армения должна быть сама заинтересована. Еще, кстати, Армения – это член Евразийского экономического союза совместно с Казахстаном. И в этом отношении инициатива Казахстана в, будем говорить, демократических и свободных изменениях в Армении было бы очень на руку и для стран Евразийского экономического союза, для России, для Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении. Да, безусловно. И вот это говорит о том, что подключение Армении к проекту Занкинзурского коридора опять-таки поможет ей выйти из экономической блокады, в которой она уже давно находится. Ну что ж, спасибо вам, что подключились к нам. Всего доброго. Всего доброго. С нами на связи был старший преподаватель Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбай Жубаев. Ну а мы продолжаем наш выпуск. Объем товарооборота Азербайджана с Казахстаном по итогам прошлого года составил более полумиллиона долларов. Разница с аналогичными показателями 2022 года превысила 14%. Стороны намерены довести объемы торговли до одного миллиарда долларов в ближайшие годы. Уже отмечается рост поставок казахстанской нефти по Транскаспийскому коридору. По этому же маршруту планируется ввести еще один важный проект, который поможет Казахстану стать крупным игроком в своем регионе в области телекоммуникации. О каком проекте идет речь, расскажет Димаш Низам. Президент Казахстана не так давно принял председателя правления национальной компании Казмунайгаз Макзума Мирзагалиева, который доложил об итогах 2023 года. В своем докладе главный нефтяник страны сообщил о расширении танкерного флота на Каспии, которые уже ведут транспортировку энергоресурсов на европейские рынки через Азербайджан. Плановые показатели практически по всем отраслям нашей деятельности были выполнены или перевыполнены. В прошлом году компания Казмунайгаз проработала новые направления экспорта казахстанской нефти. И с прошлого года наша нефть направляется в Германию по нефтепроводу «Дружба», а также в направлении Баку-Тбилиси-Джихан. Азербайджан закупил в Казахстане в прошлом году более 60 тысяч тонн необработанного алюминия. Тоннами импортируются и продукты питания, к примеру, печенье. Но главным экспортным товаром Казахстана остается пока нефть. «Поставки через морской порт «Октау» действительно выросли. Они примерно в полтора раза выросли до 3,5 миллиона тонн. Было где-то 2,3 миллиона в прошлом году. Рост есть, но, как видим, эти 3,5 миллиона тонн на фоне порядка 9 с лишним миллионов тонн по Адырау Самара и порядка 57 миллионов тонн по КТК, естественно, это небольшая доля». Казахстан выстраивает альтернативные маршруты в обход российских портов, минимизируя риски санкций. И значение нефтепровода Баку-Тбилиси-Джихан только растёт. Казахстан и Азербайджан в этом году свяжут новый проект в области телекоммуникаций. «Самый важный вопрос ещё глава государства поднимал по строению трансфаскетического кабеля. Вы знаете, что в этом году мы начинаем проектирование строительства трансфаскетического кабеля через Каспий. Это порядка 321 километра, который будет построен в течение двух лет». Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном даст возможность увеличить транзит международного интернет-трафика и таким образом превратит Казахстан в важный региональный телекоммуникационный хаб в Центральной Азии. Димаш Низам, CBC, Казахстан. В Узбекистане увеличилось промышленное производство. Согласно данным Института макроэкономических и региональных исследований, в прошлом году рост составил 6%. Доля промышленности в структуре ВВП достигла почти 26%, заняв второе место после сферы услуг. Основным драйвером отрасли стала обрабатывающая промышленность с ростом на 6,7%. Более половины промышленной продукции пришлось на производство в машиностроении, текстильном и продовольственном секторах. В стране намерены и далее наращивать добавленную стоимость промышленности ВВП, а также снижать себестоимость продукции для сохранения позиций на внутреннем и внешнем рынках. Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 13% годовых. Регулятор продолжает наблюдать за внутренней и внешней экономической ситуацией. Не исключен пересмотр денежно-кредитной политики в случае возникновения рисков. Следующее заседание Управления Национального банка по вопросу учетной ставки назначено на 28 апреля. Принятые решения способствуют ограничению проинфляционных факторов и удержанию инфляции в пределах целевых значений в 5-7% в среднесрочном периоде. Поддержание текущих денежных кредитных условий позволит снизить уровень инфляционных гражданин населения и экономических субъектов. Дополнительно информируем, что следующее заседание по учетной ставке состоится 29 апреля 2024 года. Национальный банк на постоянном отслеживании откладывающей ситуации и про возникновение дополнительных рисков Национальный банк не исключает возможности внесения необходимых корректировок в проводимую монетарную политику. Инфляция в Кыргызстане в прошлом месяце составила 5% в годовом выражении. Рост цен на продовольствие продолжает замедляться. В стране также наблюдается рост экономической активности. Так, в январе темп прироста реального волового внутреннего продукта составил 7,4%. Основной вклад обеспечили промышленность, сфера услуг и строительство. Разморозка активов Национального банка Афганистана и усиление совместных усилий по стабилизации социально-экономической ситуации в республике. Такие меры, по мнению президента Кыргызстана Садры Жапарова, помогут ниверировать угрозы от Афганистана. Он озвучил их на шестом заседании регионального диалога в Бишкеке. Как было отмечено на заседании, именно диалог помог странам Центральной Азии и их партнерам выработать и предпринять шаги, которые позволили значительно снизить вероятность возникновения очагов вооружения вооруженного противостояния на афганском направлении. Екатерина Токамбаева с подробностями. Секретарей Совета Безопасности Объединения в Бишкеке обсудили меры по обеспечению стабильности в Афганистане. «Государства, участницы диалога заинтересованы в том, чтобы в Афганистане не было допущено эскалации процессов военного и террористического характера. Мы за то, чтобы был реализован мирный и оптимистичный сценарий в Афганистане». Основные угрозы от Афганистана, которых опасаются страны Центральной Азии, по-прежнему связаны с наркотрафиком, торговлей оружием и нелегальной миграцией. Особая угроза – распространение терроризма и экстремизма. В стране действует более 20 террористических организаций, среди них ИГИЛ. «История афганского конфликта и анализ текущей ситуации говорят о том, что различные силы в этой стране могут достаточно быстро образовать новые коалиции, даже несмотря на значительные разногласия между собой. К примеру, отдельные так называемые антиталибские фронты ради получения контроля над страной могут объединиться с террористическими группировками. Очевидно, что любая новая волна дестабилизации снизит внутреннюю устойчивость движения «Талибан» и привлечет в Афганистан еще большее количество иностранных боевиков из-за рубежа. В том числе и наших соотечественников, что создаст дополнительную нагрузку на силы обеспечения безопасности многих стран». Участники регионального диалога выразили уверенность в том, что минимизировать афганские риски можно лишь совместными усилиями, и направлены эти усилия должны быть в первую очередь на стабилизацию социально-экономической ситуации в Афганистане. Кыргызстан заявил о своей готовности оказать любое содействие для поддержки афганского народа, в частности в период середины 2021 года страна предоставила республике гуманитарную помощь, а именно продовольствие и медикамент в объеме 200 тонн. На заседании регионального диалога глава Кыргызстана озвучил предложение по оживлению афганской экономики. «Еще одной трудно разрешаемой в ближайшее время проблемой остается обеспечение функционирования афганской экономики. В этой связи полагаем, что замороженные активы Национального банка Афганистана должны быть скорейшим образом переданы в использование на благо афганского народа». Стабильность в Афганистане для Кыргызстана крайне важна не только с точки зрения безопасности. В этой стране проживает свыше 2000 этнических кыргызов. На заседании регионального диалога президент Кыргызстана Садыр Джапаров с удовлетворением отметил, что именно диалог и выработанные в ходе него шаги позволили странам-соседям Афганистана значительно снизить вероятность возникновения очагов вооруженного противостояния на афганском направлении. А взаимодействие с УДКБ, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОТГ позволило сформировать работоспособную модель сотрудничества по вопросам Афганистана. Но диалог продолжать необходимо, потому что нерешенных проблем в Афганистане еще много. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу-Умурбек, специально для CBC из Кыргызстана. На этом наш выпуск подошел к концу. Вы смотрели самые актуальные новости по ту сторону Каспия. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова